В памяти грузинских царей в Успенском кафедральном соборе города Астрахани совершена за упокойное лития. За богослужение молились артисты Тбилисского драматического театра. Гости приехали в Астрахань в рамках программы «Большие гастроли». Им и принадлежала инициатива служения литии. На ней побывали наши коллеги. На русском и грузинском слова за упокойное литии. И хотя в крипте, подвале Успенского собора, тесновато и мало света, зато чувствовалось духовное единение. Ведь дань уважения отдавалась грузинским царям XVIII века, сыгравшим большую роль в становлении дружеских отношений между Россией и Грузией. Артисты Тбилисского театра и члены грузинской диаспоры в Астрахани признавались. У них бурашки пробегали по коже и наворачивали слезы. Такое событие происходит не каждый день. Собирая сюда, мы уже заранее решили провести молебен торжественный на могиле грузинских царей Бахтанга и Термураза, а также ряда архиепископов грузинского происхождения, которые погребены в крипте этого храма. Привезли в подарок икону с изображением святой Нины. Ощущение какого-то катарсиса духовного и какой-то сопричастности к глубине веков и благоговения перед этими людьми, жившими много-много лет назад. Все суетное, все плохое улетучивается. Четыре года назад в Астрахани прошла Международная научная конференция. Астрахани Багратиона. История двух захоронений. Священнослужители, ученые и общественность из обеих стран России и Грузии. По крупицам восстанавливали прошлое, высвечивая личности царей Бахтанга VI и Термураза II. Незурядные политики, ориентированные на Россию. Про святители и поэты. Они стали изгнанниками в своей стране. Книгопечатки началось при Вахтанге. Темураз его взять продолжил это дело в восстановлении объединения страны. Гости из Грузии признавались, память об этом дне останется навсегда. Протеерия Дионисии Фокин показала гостям Успенский кафедральный собор. Артисты не остались равнодушными к астраханскому чуду. Ведь этот храм – один из лучших образцов русского церковного зодчества начала XVIII века. К тому же в нем, рассказал батюшка, есть и грузинские святыни. Мы давно дружим между нашими народами. И сегодня наши паломники открывают для себя православную Грузию. Мы могли сегодня тоже нашим гостям показать, что и в нашем храме есть изображения грузинских святых, таких как Шивом Гевинский, преподобный Гавриел. Артисты из Грузии уедут на свою родину, при этом сохранив сердце и кусочек Астрахани, красоту золотой осени, восторженный прием астраханских зрителей и, конечно же, молитву в Древнем Соборе. Субтитры создавал DimaTorzok